Я положил, чтобы оно переломалось. Откуда? Да воно, чтобы мы ее держим. Давай. Раз, два, три. Вот весь веселый, да? Вот эти две, отгинай. Сейчас эту сетку надо отбить, чтобы ее отделить. Понял? Сетка на растворе. Вот тут получается, где штукатурка с толстой, не отбивается газоблок. Только, как штукатурку отбивать, только тогда снимается. Да. Маск тут уже отбивается. Вот там? Да. Давай сюда, заставай. Давай. Ты хочешь здесь? Нет, нет. Доставай. Чё свет? Чё шоуна? Морепат, бачок! Трождаина! Клоун! Ха-ха-ха! Ну я его закусывал, доставай аж! Ох, стасял! О, не и те, да? Ох, стасял! Давай кинем об камень, типа, как мы говорим. Так мы переломаем на шву. Думаешь, да? Да! Штукатурка такая, что не доедет ему взорвать что-то. Тут же еще сетка. Не сетка, а сетка что-то. О, дивись, бачишь? Сразу укры. Давай еще раз. Сейчас разделим их пополам. Чётко, да? Чётко, да? Чётко, да? Чётко! А если не сможем мы... Ну давай, ты там бей, а я тут типа, как... Ну вот. Пешко, пешко. Сейчас тоже так отмешать. Давай. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Друзья, Саня сэкономил своей идеей 20 000 грн. Сейчас мы вам все расскажем. Я думал, что Сергей. Нет, сейчас мы все расскажем. Новая идея по строительству нашей навозной ямы и сарая. Вчера мы вечером сидели по шабашу и Саня дал идею. Сейчас он расскажет, какую. Нет, я расскажу, какую я предлагал. А я расскажу, какую я предлагал. Сейчас я расскажу, сколько сохранилось, сколько боев, сколько всего. Вызываем трактор. Это все планируем, вывозим вот этот весь хламидник. Это понятно. Размечаем и копаем навозную ванну. 14 на 3,50. Глубиной, ну там метр двадцать, к примеру. Выкопали, все, яма готова. Нам надо, по идее, залить дно, потом вставить опалубки и заливать по периметру, типа армопояс. Это я так думал. На эти все моменты надо, ну дно по любому надо заливать, на цей армопояс нам надо десять кубов бетона. Это десять на три триста, 33 тысячи гривень. Это я посчитал. Вот заливка бетона 33 тысячи гривень. И плюс вот мостки, доски, ну все это. Саня это все упростил, каже, это очень здоровые расходы. Давай вот так. И начал сказать свою идею. Кажи, Саня, как ты? Ага, я предложил шлакоблоком выложить фундамент. Но он дешевле, если бы лучше покупать. Саня предложил так. Типа мы выкапываем, дно заливаем, по-любому заливать. И шлакоблока, бушно, сейчас по шлакоблоку еще расскажу. Выложить стены, ну там сколько мы хотим, метр, метр двадцать. И шлакоблока. Тогда затрата идет, если по такому шлакоблоку, как нам предлагает новая водолага, сейчас я расскажу. Виходит затрат на всю всю весь бассейн 11 тысяч гривен. И он 22 тысячи заэкономил. И вот мы же и думаем, как теперь делать. Действительно, можно так дно залить, проармируем, зальем. У меня куча сетки работает, куча всяких решеток. Дно заливаем и на дно ставить из шлакоблока, выгонять. И все, и на них кидать плиты и гнать дальше стены шлакоблока, а потом догонять нашим газиком. Вот так. И сегодня утром Вася, Рома, ну, кто местный тут, а водоложки знают. Вин робил фантазии. Привет тебе, Вася. Вин сегодня утром написал Викин на Вайбер. Это Викин одногруппник, они вместе учились в аграрном колледже. В Липковатовке, короче. И это. И он предложил билушный шлакоблок. У него хороший и тут, а весь рядом у нас наверху, километра 3-4 от нас. Билушный по, ну там, по 20 с хвостиком. Ну, то уже таке, да. Мы еще точно не балакали, сейчас поедем балакать. Билушный. У него есть 500 штук. И вот, мы думаем, может взять билушный, выгнать весь бассейн, как мы хочем. Сколько хватит там на стены, погоним на стены. Ну и все, а так сделай. Я думаю, шлакоблок выдержит. Мы его, если выложим, внутрь замажем гидроизоляцию, как я там делал на щелях. Положим плиты щельовые и погоним стены дальше. Реально? Реально. Куда сдвинется? Нет. Мы 14 метров сделаем такие две перегородки, чтобы оно не дать ничего. Поделим там по 4 метра. Здесь так. И все, и будет нормально. Ну, чипа 5 метров. По 4,5 метров. Две перегородки на длинный бассейн. Будет нормально. Это Саня так предложил вчера. Я думаю, действительно можно. А что нельзя? А вы на... Ну, вы же тоже много, кто смотрит из мужиков. Есть строители. Есть кто, как вы понимаете. Кто, как вы понимаете, подскажите. Смотрите, дошло. Людине дошло. Вика подобрала ему перчатки вот такие. Это нам подписник высылал. Давно уже. Спасибо ему. И лазала на чердак. Лазала на чердак у нас на чердаку. Бо мы так соби побрали и уже их поизнашивал. И ему они подошли вот такие. Сечать, и он их все чувствует. Ну и целый день сегодня в них. Как гинекологические такие. Как гинекологические. Да. Ему вообще медицинские надо. Так что, друзья, кто понимает, подскажите именно этот момент. Правильно или не правильно. Я думаю, все. Я думаю, все правильно. Да. Даже вот мы, если выгоним шлакоблок, а потом кирпичом, птичком, ложком положим, и на них плиты. Плиты положим там 7 сантиметров, и остается там у нас 13 сантиметров чистые костини начать гнать шлакоблок. Нормально? Нормально. И за то, как удешелим. Теперь по газоблоку. Пока Саня перекурю. Дивите, газоблок. Ну, вот тут и очень плохо. Перед этим, ну так, вот это вот из всего сарая, вот что больше. Штукатурка, половинка, четвертинка. Такое, что негоже. А вот получается, то, что мы экономим из всего сарая. Мы сейчас его туда убьем, и уже все. Мы договорились за трактор, трактор будет открыт, и мы хотели на завтра, а завтра Саня уезжает. Ему надо ехать. Саня, подожди, покури пока. Вот ему надо именно в эту минуту что-то типа создавать. Саня завтра уезжает, мы хотели на завтра трактор, там что-то не получается, и, короче, Саня ехать завтра в Харьков, ему надо до Сереги. И перенесли на понеделок. В понеделок будет трактор, и уже будем копать. Саня ехать. Саня ехать. Целый, и видите, где отбитый, это еще более-менее целенький в этом краю. А в этом краю половинки, четвертинки, ну, а вот тут и целенький час. Ну, а так. Мы такое, что можно положить, ну, вот, допустим, вот это вот некрасивый кусок. Он что, не ляжет так? Опа. И дальше тоже половинка. Ляжет, и мы его сюда. А все, что такое круглое, ну, погано, не годится, то мы сюда даже и не брали. Ну, вот это, что мы сохранили. Железно хватит на два, на два или три ряда железно хватит, а это уже 90 сантиметров. И вот это же нам тут осталось, ось, чуть-чуть осталось, и все, и... И дальше работа уже, тракторец, повывозим вот это все, поподрываем, и будем копать. Получается, ну, встанет там на углу, вон, біля трубы. Вот, получается, вот сюда будет стенка. Вот здесь. Вот это длина сара. Мы перегородим его по холам, будет двое дверей, в один один и в другой, а посередине будет перегородка сантиметр, ну, 90 метров, где-то так. Тоже перегородку сделаем из швакоблока. Теперь давайте спросим у Саня, куда он едет. Куда он едет? Специально, чтобы присесть, и хотел бы... Ну, как девчонку посередине. В холодочку. В холодочку. Вот Саня, сегодня он делал, 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 с утра, я же планирую экскаватор, скажу, давай... На субботу, это мы изначально планировали, ну, чтобы на завтра экскаватор, скажу, весь к вам вылезем, начнем копать, а на понедельник можно заказать бетон, чтобы залить днище бетона, ну, чтобы выставивался, и уже гнать потом стены. И, может, договоримся, купим швакоблок, и уже будет что гнать, если мы так решили, как мы решили. Ну, экскаватор что и сказал? Экскаватор что и сказал, да, в субботу он там не может, не получается, где-то из других будет, а в понедельник приедет. Тут Саня говорит, а я же заодно думаю, а, ну, тогда завтра, если мы не будем в экскаватор, если получится, поедем в швакоблок, заберем, наймем машину и перевезем за пару ходок 500 штук там, или больше. Саня говорит, а я не могу назад. Я говорю, чего ты не можешь? Да мне надо до Сереги уходить. Да я пришел в Серега, я не помню. Да вообще, надо ездить в Харьков. Ага. Зачем? Прогуляться. Чисто подивиться на людей, на себе показать. Засидився Санька тут, и каже, мне надо просто развеять. Правильно? Да. Вот развеять. Диану Богдану вчера сказал. Зачем в зоопарк ездить? Вот сюда, да. Вот. Вика, за что в зоопарк ездить? Да, мы что дома, я дома, оно мне нравится. Вика дома, а он то получается, как на работе. И Саня сказал, вот вы все питаете Санину зарплату, он сказал, не сказать, чтобы не завидовать. О, да. Чтобы не завидовать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошо, завидовать, а чем добавлять. Ха-ха-ха. Поняли? Теперь я не имею права сказать. Так что вот так, ну, все планы вам рассказали, подскажите, чи правильно будет. Я думаю, нормально. Газоблока, если не хватит на три ряда докупим каких-то десяток штук 15, правильно? Да, может кто-то бил уж не предложил? За это время, пока мы еще будем делать, кто себе предложит БУшник. Ну, может, да. Или новый недорого. Гривень так по 45. Нет, БУшник не ж лучше. Да, БУшник, я думаю, газика БУшного нет. Ну, ось, дивим, ну, что это мы так понимаем. Так, это мы еще аккуратно, а люди разбирать просто. Газик не годится БУшник. Кто хочет продать, то чистый нормально. Да, Саня, его не почистишь нормально. Это же, думаешь, вот так на продаж. Как тебе предложил он. Новый, вот такой самый. Где? Только новый, вот уже на базе. А нет, ну то не кондиция. 140 грн. Ну да, 140 грн. Виходит, 137. Ну, дорого. Конечно. Дорого против шлакоблока дорого. Если получится, возьмем этот БУшник шлакоблок, чуть-чуть докупим нового, если не найдем еще десь. И все. А так и будем обходиться такой, ну, малым затратом. Это считается малым затратом. А так по идее, если не Санин вариант, что он предложил. Выйдет только с земли вылезти нам 10, 33 и там 5. 33, 40, 1050 только с ями вылезти. Это если мы зальем по технологии, опалубки, заливка, все, как надо. Армировка 1050-60, чтобы вылезти с земли и до стен дойти. Это шальовки только десятка, получается. Шальовки только, да. Ну, всего выйдет много. Одни, короче, тысячи. А так мы выйдем, шлакоблок купим и донышко зальем и все. Получается самый-самый дешевший. Ну, а вы уже скажите, как будет лучше, как будет плохо. Саня, я думаю, появится когда-то появится. Вот уже люди спитают, а когда приедет Саня? В то же самое время. Да вечером я явлюсь, знаю маршрутку. Завтра? Ну да, сколько она назад. А если не получится, то звонит. А ты скажешь, телефон оставь тут. Ну, зачем же мне его ставят? Ну, я чтобы ты его не подарил никому. Не потерял. Не подарил. Ну, ты же даже не скажешь что-то. Он что-то как лябнет. Той паспорт тогда потерял с телефона в городе. Ну, я же еще и говорю, чтобы не потерял. А то, как пиде вода в хату, то все. Он смотрит, что там сейчас творится. Ну, я же и говорю. Так что, друзья, если приедет Саня, выйдем в эфир. Ну, а так уже все. Розборку вы все увидели. Показывать тут больше ничего. Все разобрали. Что сохранили, тоже вам показали. Много людей все равно смотрит, как оно все разбирается, как оно сохраняется, как высчитывается, как дешевше. И если швак облока, то получается, ну, любой может себе позволить, да? Да. Вот, допустим, Артем, что у нас, что мы с ним плиты брали с червина пополам, он в людей поскуплял в того кучку, в того кучку, в того кучку ракушку по десять, по десять, по пятнадцать гривен за штуку. Ну, недорого, недорого. Ну, то ему не здорово, а тут аж не будешь. Да иди иди иди. Ну, а вообще каждый выкручивает, как может. А так вообще, по идее, поделитесь, как у меня будет оно делать вот так. Швакоблока выгнуть яму и швакоблока выгнуть стены. Поделитесь, как работает и себе сделать это. Не надо затрати здоровье на той бетон, на все, а таки лайфхак. А чего оно не будет стоять? Там же на кирпич мы положили на старый цоколь, на выход кирпича. Нормально работает. То плитер. Плитер мы положили на фундамент, на красный кирпич. Ну, а там получится длинная яма и еще две перегородки. Ни где ничего, этой длинной колбасы не будет почти на смерть. А снаружи обсыпем, все будет это. Тут перегородки. Куда оно динется? Сверху нагружена коробка. Сверху еще сделаем армопояс. А как положить этот же бассейн, будем тоже так сетку, как и тут, положить. Бачите, что их разберешь из-за этой строительной сетки, что мы хвали тогда еще. Междурядье. И нормально выходит кирпич. И мы так же сделаем, купим, все замажем, чтобы пчели не было. Потом покрыли мастикой и все, да? Он, как там, мастика же держится. И на стенах, и на земле везде. На земле, на бетоне. На бетоне. Ну, я имею ввиду, на дни. Ну, короче, а так, друзья. Что тогда? Пожелаем счастливого пути с Аней. Ему ехать завтра рано утром в 6 утра. А что в 6? В 6.05. В 6.05. Поедем в воде. Виспався. Поранче нам надо кидаться. Ну, хоть правда, да? А так подумать вроде бы и смех, и грех. Ну, какой же это грех? Ну, ехать просто надо мне раньше, пока всех проведешь, пока всех проведешь. Не, а по штани ты не поедешь? Ну, ты же когда куплю себе новые штани. Грика мне сказала, не надо ничего куплять, тягайся до тебя с ними, что-то тут придумаем. Ну, ты не будешь штанику, ну, короче, на базар ты не поедешь, да? Не, я заеду, ну, ничего куплять не буду. Ага. Так что, кто из Харкова смотрит, может завтра встретиться с Саню, поделитесь там, чтобы все было в порядке. Черешню купили. А, черешню купили. Забличку. Ага, в Мерефе квасу. В Харкове черешню. Де вам еще что куплять? Гомилки, ты же сказал. С гомилками, братушка. Тебе и жога. Ничего страшного, я поеду. Гомилки за мочим пожаром, Саня приезжает с гомилками, с черешнями. Кваса то есть в Мерефе привозит. Та не будет ничего, да? Та не, ну, помещать тоже, как бы. А, не привозит? Да нет, нет. А, короче, вот так. Та же черешню. Та черешню. Опа, шпанка, шпанка. Опа, домашняя. Домашняя. Так что, друзья, вот таке. Всем рассказали все, пишите, скажите свои вариантии, что мы думаем, правильно или неправильно. Ну, оно имеет право на существование. Такое. Не завалы тоже. В этом варианте уже не ягод. Чтоб подешевле и хорошего. Ну, так. Будет не хуже, чем бетон. А по деньгам меньше. Оно все равно все в день. Оно сейчас, вроде бы, это мы строимся. И я вот прикиду, мы строились, ось, оцей сарай, два года назад, или три. И сейчас цены, как вспоминаешь, какие, это смешные, вообще смешные цены. А тогда нам казалось дорого. Мы в ОСБ брали, не помнишь, 180 гривен, так, или 150 лиски. Да нет, дорого. Чи 210. А тогда пошел в Скачук, что по 500 гривен лиски, или 800. А мы брали дешево дуже сюда. А, ну не 200. До 300 что-то получается лиски. Ну, я точно не помню, ну, дуже дешево. Чтобы на 20-чем-то тысячи, как крыша, потолок вышел, мне кажется. Ну, так, а сколько же объемов, яких 100? Ну, и посчитай. Ну, да. Чито вообще лиски брали, 100? Я не помню. И вот мы сейчас построимся, ось, дай бог, этим литом. И все, нам уже не надо ничего строить. А цены будут идти выше и выше, и выше. Дивите, газоблочина уже 170 гривен. Скоро сейчас туда-сюда будет 200 гривен газоблок. Пять кирпичин – 1000. Ну, а что, пять кирпичин – 1000? А что ты здесь сделаешь? Котел. Пять? Котел. Печку какую-то. Вот из-за этого и выкручиваемся, как можем. И это сохраняем. А кто б его, чтобы были деньги на новый купил, то и все. Завалил его, вывез. А так сохраняем по чуть-чуть, как можем, не спеша. И этот блок БУ шукаем, чтобы дешевить, потому что объем не здоров, но зато сделал и забыл. И больше так прикидываешь, строить нема ничего. Будем строить. Это что у нас? Бойня остается на будущее. Забор по периметру. Ну, это на следующий год. И в дворе там, где мы все позанимали плитки, там порядок навести в дворе. И ворота поработать. Тута и там. И так и все. Ну, это будем менять, потому что есть сколько стареньких. А так и все, и получается, уже строек не будет. Ну, правильно? Ну, появилось. Мне кажется, люди сами проведут и сделают ту бойню, чтобы ты уже просто не надоедал. Бойня, бойня. А так и решали. Короче, всем спасибо за просмотр. Мирного неба. И все будет Украина.